Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Криво-диседание Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торzok Дима Тorzok Номер 35 об открытии согласно судопроизводства и доступа к информации длительных судов, где сказано, пункт 14, ваша честь, если вы не знаете данного постановления, лица, присутствующие в ответном судебном заседании, но не являющиеся участниками процесса, представители редакции средств массовой информации, желающие осуществлять фотосъемку, видеозапись, киносъемку, трансляцию хода открытого судебного раздательства, должны обратиться к суду, соответствующей просьбой заявлением, что и сделал данный гражданин. Такая просьба отражается в протоколе судебного заседания, это обязанность секретаря зафиксировать данное заявление, если он ведется судом, и подбежит обязательному рассмотрению судом с учетом мнения участников процесса, то есть человек имел право сделать данное заявление, данное заявление должно быть мнением участников процесса, учитывая, если обвинения нет, то есть мы, как участники процесса, Меньшаков, я, как его защитник, суд должен был выслушать наше мнение по заявлению данного заявления. При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного раздательства, суду следует исходить из того, что такая фиксация, возможно, по любому делу, за исключением случаев, когда она может привести к нарушению прав и законных интересов участников процесса, в том числе право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в защиту своей чести и доброго имени, на тайной переписке, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозаписи, киносъемка, трансляции хода открытого судебного раздательства не приведут к нарушению прав и законных интересов участников процесса, то он не вправе их запрещать только в причине субъективного и немотивированного нежелания участников процесса такой тесации. Пункт 15. Решение суда об удовлетворении или об отказе удовлетворения просьбы заявления об осуществлении лицами, присутствующими в ответном судебном заседании, но не являющимися участниками процесса, председательных средств массовой информации, женой и стены, фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции, отражаются в протоколе судебного заседания. Напоминаю, что это постные отъявления правовного суда номер 25 об открытости власти судопроизводства и доступе к информации о лекции судов. Когда слушатель сделал заявление суду, хотел, точнее, сделать заявление суду о проведении видеосъемки судом, я считаю, что незаконно было нарушено его право, предусмотренное по состоянию премии Верховного Суда, тем самым под угрозой вывода данного гражданина из зала судебного заседания. По данным основаниям я заявляю отвод вам в связи с тем, что я считаю, что вы некомпетентны в рассмотрении данного дела, вы не руководствуетесь законом, в данном случае постановлением Верховного Суда. И второе основание, вы лишаете право Меньшакова на заявления Харатайс, которые могут заявляться на любой стадии рассмотрения дела. Харатайство – это заявление. Если у человека возникает такое желание, он имеет право его озвучить в ходе рассмотрения судебного гражданиства. Так что, по этим основаниям у меня... Вот, ваше честь. Ваши подограды. Хочу добавить, что законы предусмотрены основанием для отвода, как иные обстоятельства. Там так и написано. Я понимаю, что вы не являетесь ни близким родственником, вы, может быть, косвенно не заинтересованы в решении дела. Я считаю, что данные обстоятельства являются иными обстоятельствами, потому что нарушаются права несопривлекаемых к административной ответственности и нарушаются права слушателей, которые, согласно ППВС, имеют право делать заявления в суду, которые должны отображаться в протоколе. Протокол, как вижу, сегмента не заполняет. С нами ведется аудиозапись, которая является обязательным со 2 сентября. Все, что... Весь ход судебного разбирательства фиксируется аудиозаписью. Вам предоставлена возможность вести видеозапись с указанием места. Все мои действия связаны с соблюдением порядка судебного разбирательства. Лица, являющиеся слушателями, вправе также вести аудиозапись. Если они желают заранее вести видеосъемку, являются представителями средств массовой информации. Они должны заранее подать заявление в суду, и суд разрешает это заявление перед началом судебного разбирательства. Сейчас я вас прослушал, все, вы меня послушайте, пристаньте, пожалуйста. Я еще раз говорю, давайте не будем... Я хочу стоя выслушать. Уважение к суду проявления. Тогда стойте. Стойте тогда, пожалуйста, до конца судебного разбирательства вам придется стоять только, садиться и вставать, но не надо. Если я присяду, что меня выведут в суду? Я еще раз говорю, не надо нарушать. Может, вы захотите ходить или приседать, или еще что-то. Надо либо стоять, либо сидеть. Предлагаемый суд, ваши слова не отвечают действующему закрепитству. Он не должен был заранее обращаться к суду. Четко сказано, во время судебного заседания. Обращается с заявлением к суду. Данные заявления фиксируются в протоколе судебного заседания и выносятся на рассмотрение участникам процесса. О чем вы говорите? Вы говорите, что он должен заранее быть. Но у меня отвод, ваше честь. Защитник, пожалуйста, присядьте. Рассмотреть отвод и вынести определение. Присядьте. Слушатели иные, которые желают производить видеозапись, могут установить свои видеогаджеты, видеоприборы вот рядом с этим местом и вести видеозапись чисто с зала судебного заседания. Всем все понятно? Предоставляется две минуты времени. Пожалуйста, занесите в протокол, что всем слушателям предоставлена возможность вести видеозапись с того места, в которое указал председательствующий. Все установили? Нет? Пожалуйста. Сам тогда, если здесь можно снимать, сам тогда стоит. Установите его и присядьте. Вот так вот даже лучше. Не устанавливается он у вас? Я за вами не буду следить, чтобы... Ты там ничего-то там не снимаешь. Да я тоже думаю, что ничего. У вас есть... Уже вы все давайте просто... Пусть в угол снимает, тогда камера положит в угол. Так он ставит в угол, выпускает и снимает. Я прошу все-таки, вот пусть он лучше здесь снимает. В этом хоть будет какой-то смысл. Лучше если разрешили снимать, то разрешили снимать. Но вам-то смысл, это какой на три видеокамеры-то все это снимать? Что-то я вот это вот никак не пойму. Пожаим, что я готов пояснить. Если участникам, точнее, суду непонятно, объясню. Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о проведении видеосъемки. Судом обозначено место съемки с такого положения, где ракурс не захватывает всех участников процесса. Секретаря, судью. Тем самым ущемляются права участников процесса. Потому что такая, скажем так, избирательность, она наводит на сомнение об объективности и беспрестрастности суда. И к тому же я хочу напомнить вашу часть, что я заявил отвод. Я хочу в соответствии с кодексом активных правонарушений рассмотреть данное заявление об отводе. Потому что каким-то образом мой отвод перерос в разрешение производить фото-видеосъемку участникам процесса, но, к сожалению, он не рассмотрен в порядке предусмотренным кодексом адресистинных правонарушений. Присядьте, пожалуйста. Я объясняю вам, что стадия отвода прошла. Отвод заявлялся до этого Меньшаковым. Он был рассмотрен. Ваше отношение по отводу было также заявлено. Мы поддержали ходатайство Меньшатова. Этот отвод в стадии отводов был рассмотрен и письменно вынесено соответствующее процессуальное решение. Поэтому в настоящее время ваше заявление разрешению не подлежит, может быть обжалованным. Мои решения могут быть обжалованы вами при обжаловании окончательного решения. Я с удовольствием обжаловывал, но у него же определение. Пожалуйста, присаживайтесь. В соответствии с кодексом, чтобы я мог его обжаловывать. Протокол занесен в ваше ходатайство. Заявление подводит. Заявление об отводе ваше, протокол заносится. Которое оставлено без рассмотрения? Которое оставлено без рассмотрения. В связи с тем, что стадия отводов у нас прошла. Ранее заявлялся отвод Меньшаковым, который вы также поддержали. Этот отвод рассмотрен с уюей. Уважаемый государственный, что у меня заявление об отводе по иным обстоятельствам. Если заявил Меньшаков по иным обстоятельствам, то кое-то наше действие по иным обстоятельствам. Я услышал, пожалуйста, присаживайтесь. Судебное заседание объявляется продолжено. Уважаемый государственный, согласно статье 24.4, заявленный когда обязан суд рассмотреть, обязан немедленно. И в случае отказа или неотказа, в данном случае при заявлении отвода выносится определение. Оно не может быть устно сказано. Оно должно быть истинно. Оно выносится, это определение. Другие варианты судом не предусмотрены. В случае суд нарушает закон, то говорить о законности самого решения, которое примет суд при таких условиях, это вообще не приходится уже об этом говорить. Я могу попросить, виноват, только на основании закона. Если закон нарушается, то вы ставите сами под сомнение, ставите законность своего решения. В последующем. Мы ожидаем определения суда по заявленному отводу. Я попросил бы всех соблюдать порядок в судебном заседании. Мы занесли в протокол ваши ходатайства и занесли в протокол, что суд отказывает в разрешении данного ходатайства. Поэтому вставать, у нас вызваны свидетели. Уважаемый суд, суд не вправе отказать в удовлетворении, то есть не вправе отказать в рассмотрении заявления об отводе. Он обязан его рассмотреть, у него нет права. А то получается мы опять, что ли, в ГАИ попадаем. Уважаемый суд, присядьте, пожалуйста, все мои действия. Вы можете обжаловать вышестоящий суд. Суд переходит к допросу свидетеля Калинник. Уважаемый суд, напоминаю, что стадия запроса свидетелей уже прошла, если ваша терминология будет пользоваться. Пожалуйста. Стадия запроса свидетелей уже прошла по вашей терминологии. Пожалуйста, присаживайтесь. Я ожидаю определения. Присядьте, пожалуйста. Я ожидаю определения. Данное определение было вынесено 19 августа 2019 года. В нем указано о том, что в целях всестороннего полного и объективного выяснения обстоятельств, с учетом необходимости соблюдения предусмотренных, в том числе прав лица Мишакова, задавать вопросы всем свидетелям, давать пояснения относительно их показаний. Суд принял необходимым отложить рассмотрение настоящего дела до появления возможности вызова судебного заседания свидетеля Калинники Меркурьевой, Мазлунина, и отложил судебное заседание на сегодняшнюю дату. Пожалуйста, присядьте. Вы послались на ответ по моему ходатайству, по заявлению об отводе, в котором было указано про Шестакова, но сейчас фамилию Шестаков не озвучили. Я полагаю, тоже вы имеете заинтересованность, какое-то рассмотрение этого дела определенным образом. Я поддерживаю защитников об отводе суда. Я поддерживаю его, поставиваю их до определения. Присядьте, пожалуйста. Письменное определение выносится, уважаемый суд. Присядьте, сожидайте порядок судебного разбирательства, иначе... Полицию вызвать, может быть. Присядьте, пожалуйста. Российская Федерация... Павел Александрович, пожалуйста, присядьте. ...в Российской Федерации права человека является первостепенной и самой важной ценностью, которая есть в Российской Федерации. В данном случае я, как лицо привлекаемое, я не могу даже задавать вопросы, я вообще не могу ничего сказать. Несмотря на то, что статья 25.1 четко говорит, что я имею право участвовать в рассмотрении дел. Право участвовать, это значит и задавать вопросы, и заявлять возражения, представлять доказательства, возражать против каких-то других доказательств. Но вы лишаете меня этих прав? Павел Александрович, пожалуйста, присядьте, суд переходит к заслушиванию свидетеля Калинника. Я еще раз предупреждаю Меньшакова, его защитника, о том, что других слушателей, если они будут вставать просто так, то я попросил бы в следующий раз судебного пристава составлять соответствующий рапорт о нарушении порядка в судебном заседании. Мы полчаса сейчас смотрим на то, как все, кто когда хочет встает, садится и еще что-то заявляет. Я выслушал вас, мы это все занесли в протокол судебного заседания. И оценку вашим ходатайством, оценка дана и решение мною принято об оставлении их без рассмотрения. Суд переходит к получению пояснений свидетеля Калинник. Пожалуйста, представьтесь. Судебный пристав, пожалуйста, составьте рапорт о нарушении порядка в судебном заседании. Лариса Валерьевна, назовите адрес. Повязь куда направлять повязки? Проживает в деревне Поклетка, центральная 74-2. 74, квартира 2. Еще раз должен с вашей, повторите. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. Скажите, пожалуйста. 4 июля 2019 года на службе находились в отделе ГИБДД по адресу ОСА Пугачева 1А. Да, я находилась на службе, и именно в это время, когда Павел Александрович пришел в ГИБДД, я была в ГИБДД, именно в кабинете номер 7. 4 июля? Да. В этот день мы делали отчеты полугодовые, которые только мы могли сделать в этот кабинет, в 7. Я его сделала, помогала Душмакину Александру Сергеевичу. Как нужно заходить, как? Делали мы отчет. Душмакин Александр сидел за столом, а я стояла. Получается, я задом к двери стояла. Дальше. Видела, что Павел Александрович находится в ГИБДД, занимается с ним Сергеева Юлия. В коридоре дверь была открыта, кабинет небольшой, стол, за которым мы делали отчет, он находится недалеко от двери. Я конкретно слышала, что Юлия Сергеева сказала, Павел Александрович, подождите меня в коридоре. Тем самым она забежала в кабинет, но зашла быстро в кабинет, прошла к окну. Я за ней не смотрела, потому что я вижу, что зашла она в кабинет к окну. Мы продолжали заполнять таблицу отчета. В кабинете находился Вячеслав Николай Абутимович, он сидел за столом у окна. И находился спирит Вячеслав Владимирович. Мне отговаривали какие-то профилактические мероприятия. Он находился здесь, к нам подходил здесь тоже по отчету. Мы находились, получается, петелон Юлия Сергеева зашла. Она зашла. Я слышала, что она говорила, Павел Александрович, подождите меня в коридоре. Она зашла и тут же зашел Павел Александрович. Он зашел в кабинет, он был за порог, он переступил. Он был в кабинете уже. Начальник ГИБДД спирит Вячеслав Владимирович попросил Павла Александровича выйти из кабинета. Он сказал, гражданин, выйдите из кабинета. Он сказал несколько раз. При этом Павел Александрович стал очень громко говорить, может быть, даже как криком. Я расцениваю это как крик. Он говорил, кто такой, кто такой, Слава Владимирович говорит, гражданин, выйдите из кабинета. При этом преградив дальнейшие движения Павла Александровича. Конечно, когда началось такое, что очень громко все это переходило, я обернулась, потому что стояла. В этом я обернулась, посмотрела. Сидел Павел Александрович очень громко. Предъявите свои удостоверения. Начальнику говори об этом громко. Крик. Еще, пожалуйста, все? Все у вас? Ну, я, как сказать, затем... Ну, по-карычку быстрее. Начальник сказал, я не обязан показывать вам удостоверение. Затем я не видела, что потом, как... Я потом уже вышла из кабинета. Я повернулась, тоже мы тут отчет делали, потом я вышла из кабинета. Действия Меншаковой работы, мешали работе остальных сотрудников или не мешали? Ну, хочу сказать, что это очень громко. Мы обратили на это внимание, мы отвлеклись от... Вам мешало или не мешало? Да. Вы видели, как... Делали сообщения в дежурную часть и прибыли сотрудники дежурной части по вызову Сергеева и Спирина? Нет, я уже не видела, потому что уже вышла и ушла в свои кабинеты. Очевидцем были этих событий, когда пришли из дежурной части с Меншаковой? Вы были очевидцем? Я видела, что Меншаков находится, потому что я выходила потом из своего кабинета по работе. Видела, что пришла Меншакова? Да. Это я видела. Какие-то действия Меншаков нарушающий порядок совершал, пусть опыт Меркуриева пришла? Павел Александрович сидел за столом уже в коридоре. Ничего сказать. Сидел за столом в коридоре, понятно. Потому что они так выше... Меншаков, пожалуйста, вопрос к свидетелю есть? Да, пожалуйста, есть. Скажите, вы давно в ГИБДД работаете? Вопрос снимается? Нет. Еще вопрос. При входе ГИБДД есть какой-либо стенд, на котором указано расписание работы ГИМ может быть? Да, с другой стороны, где регистрационный отдел, где основной отдел, там есть расписание. Скажите, а фон отделки помещения, он какого цвета? Вопрос снимается. Снимается вопрос. Ваша честь, я задаю этот вопрос, потому что потом у меня будут ходатайся. Вопрос снят. Вопрос заносится в протокол, вопрос снят. Еще вопросы? Вы сказали, что я требовал от Спериона преддавительного свидетеля. Сколько раз было? Один, два? Я не могу сказать. Время прошло очень долго. Это 4 июля. Я считала сколько раз. Ну, больше двух. Я не могу сказать. Видите, меня сегодня... Сколько раз на вопрос, кто ты такой, что у Спериона отвечал? Вы сказали, что я спрашивал у Спериона, кто ты такой? Ничего не отвечал. Он ничего не отвечал. А что было сначала? Сперин стал меня выталкивать из кабинета? Или... Вот, что я не видела, я об этом буду... Хорошо. Что было сначала? Сперин какие-то слова мне говорил? Когда, если я этот процесс уже не видела, я не знал, что это было. Нет, вы сказали, что в кабинете... По существу, пожалуйста. Когда вы были в кабинете, вы стояли спиной к двери, зашла Сергеева, при этом зашел я. Я у Сергеева в этот момент что-то спрашивал? Ничего не спрашивали. Я только слышала, в коридоре она вам сказала, что Павел Александрович, подождите меня в коридоре. Это я честно слышал. То, что вы что-то спрашивали или нет, вы не спрашивали. Вот смотрите, чтобы мне понять. Вот те события, когда Сергеева, вы говорите, что в коридоре она сказала, и вы это четко слышали. Но в то же время... Но она уже, заходя уже, как бы вот, как сказать, в коридоре, только перед порогом. Но в то же время, события, которые происходили в кабинете, вы их не слышали. Как это получается? Как я не слышала? Ну я вас спрашиваю. Я спрашивал, что вы у Сергеевой, когда ушел. Я тогда вышла, и поэтому я ее не видела. На тот момент вы еще были в кабинете. Я вас спрашиваю, когда я вошел в кабинет, какой вопрос я задавал Сергеевой? Спрашивал ли я у нее об адвокативном правонарушении, совершенном с Пирина, 3 июня? Я не могу сказать. Не помните. Вы не можете сказать? Не помню. Не помните. Спирин в кабинете предъявил мне удостоверение? Нет. Мне удостоверение. Спирин отказывался исполнить статью 5 закон о полиции в кабинете? Вообще я требовал у него исполнить статью 5 закон о полиции? По статью 5 вы ничего не говорили. Вы просто сказали про удостоверение. Про удостоверение вы слышали. По статью 5 не слышали. Все, вопрос получен. Спирит говорил, что он отказывается предъявить удостоверение. Нет. Вы только что сказали, да. Нет, он сказал, что да. Сейчас так и говорил. В кабинете да. В кабинете он сказал, что я отказываюсь предъявить удостоверение. Правильно? Но он и так сказал, что я отказываюсь. Как сказал? Какой был ответ, помните, не помните, на требованиях предъявить удостоверение? Или не было ответа? То, что вы поняли из его слов, что вы поняли? Если вы не помните дословно, то что вы поняли из его слов? Что он вам не предъявит. Что оказалось? Вы сами лично в моих действиях видели состав административного правонарушения? Вопрос снимается. Я какое-либо правонарушение совершал в кабинете в тот момент? Вопрос снимается. Заносите в протекул, пожалуйста, секретарь. Лично вы в моих действиях какое-либо правонарушение видели? Вопрос снимается, снят вопрос. Нет вопроса больше? Пожалуйста, писать. Есть вопросы. Еще? Пожалуйста. Когда из кабинета сперен меня вытолкнул или я сам вышел? Я этого не увидела. А где вы находились в этот момент? Я вышел из кабинета, вот этот момент, где вы? Я вышла из кабинета, вы, по-моему, вышли уже потом за мной все. Все. То есть вы вышли раньше, чем эти события завершились? Да. Я не видела этого. В тот момент, когда вы находились в кабинете, на каких-то столах были документы? Вообще, в этом кабинете это служебный кабинет, хотя там написано ДПС. Там содержатся документы общего пользования для инспекторов ДПС. Именно что вот так они разложены были, я не видела документы. Но документы там всегда находятся. Я понимаю, что они могут храниться. В кабинете номер 6 тоже хранятся документы. Они находятся на столе, эти документы. Но то, что разложенные, такого я не видела. То есть разложенных на столе документов вы не видели. А сколько там было столов в кабинете? Можете сказать? Три стола. Три стола. За тем столом, за которым вы работали, были документы? Были. Отчеты. Так были или не были? Вы сказали, что не было. Понятно, что судья... Я про них не говорила. Я про вы, я под зубой ведь, наверное, спрашиваю. Этот, на котором столе находятся документы для инспекторов. Вак тоже запишите, что включает телефоны. Вак запишите, пожалуйста. Этот, который находится вот в... Я к заставке, пойдем. На нем и находятся документы для инспекторов. Куда вы зашли? Вот вы как зашли? Вот был стол. А где здесь, сбоку, там были только наши отчеты. Я просто, чтобы прояснить картину. На мой предыдущий вопрос, вы сказали, что документов на столах не было. Я сказала, что документы были. Они, ну, журналы там для инспекторов. Но то, что они разложены, вы же меня в том раз уже спрашиваете. Я проясняю ситуацию, да. Я вам уже на это ответила. То есть они лежали, но они были закрыты или как? Или не раскрыты? Вот я сейчас точно сказать не могу. А на вашем столе? Потому что у меня цели такой не было же посмотреть документы. Там же у меня цель была, это вот занести отчеты полугодового. А на вашем столе были документы какие-то раскрытые? Ну, если на нашем были даже не раскрыты, вы там не увидели, потому что я стояла спиной к вам. Возможность была у меня посмотреть эти документы? Возможно спросить. Ваше мнение? Я не знаю. Вопрос снимается. Всё, вопрос снят. Ещё вопросы? Пока нет вопросов. Присаживайтесь. У защитника вопросов, пожалуйста. Я вообще уже заходу, если на кольца не находимся. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с протоколом листинного правонарушения и протоколом Мишакова Павла Александровича? В мою компетенцию не входит? Да, нет. Нет. Всё. Скажите, пожалуйста, согласно протоколу листинного правонарушения, раз всё-таки предмет рассмотрения дела и у меня заставляется протокол, поэтому я, соответственно, по нему и буду вопрос воздавать. Заменяется Мишакова Павла Александровича то, что он не прекратил видеосъёмку в УГИИ ГИБДД. Вот по поводу этого вы ни слова не сказали в своём пояснении. Это можете прокомментировать? Конкретный вопрос. Вёл где съёмка начатка? Вёл. Телефон. Вы требовали вверх и кратить? Кто-то из сотрудников полиции? Нет. Никто не требовал? Нет. Где съёмка в отделе ГИБД разрешена? Ну, если режимный объект, то не разрешено либо определённый объект. В вашем отделе ГИБДД или съёмка запрещена? Нет. Согласно также протоколам самовольно входил служебное помещение. Сколько я понял из вашего рассказа, он заходил в служебное помещение, правильно? Ну, зашёл в кабинет, да. Туда вход запрещен гражданам? Ну, граждане у нас в этот кабинет не заходят. Если какие-то там у нас по ДТП, то к окошечку подходят. Я повторю ещё раз вопрос. Граждане сюда не заходят, а подходят к окошечку и там. Как граждане можно знать, куда его подходить по окошечку? Грус снимается. Какие таблички есть указывающие, что запрещено заходить там в кабинет? Нет. Согласно протоколу областинного правонарушения, Мельчаков вёл себя дерзко. По поводу дерзко, это корма что из ваших слов? То, что вас говорило громко. Правильно? Ну, очень громко. Как сказать? Вызывающе, можно так сказать. И всё. А что ещё? Хотели бы услышать? Я хочу просто понять, вот дерзость, вот ваше, 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 ваше мнение, поведение Мельчаково. Я уже сказал. Он дерзко-дерзко-дерзко-дерзко. Я вам уже ответила. Ваше мнение, дерзко-дерзко-дерзко-дерзко-дерзко-дерзко-дерзко. Я уже сказала об этом. Грус, поясните. То, что громко разговаривает? Громко-вызывающе. Что значит вызывающе? Ваше понимание. Я сказала так, как я понимаю. Так и сказала. Но я чувствую себя вызывающе. Вы ведёте себя спокойно и разговариваете. Хорошо. Мельчаков как себя вёл, чтобы вы поняли, что это вызывающе? Вот вы сказали, что несколько раз сказал, кто ты такой. Меншак стал кричать, кто такой, кто ты такой. Слышали эту фразу? Еще какие-то фразы были или не были? Покажу удостоверение. На ты, на вы обращаться, как вы? Если покажу удостоверение, то, наверное, на ты. В полиции запрещено обращаться на ты? Вопрос снимается. Теперь, пожалуйста, согласно протоколу действительного правонарушения, Меншаков мешал студентам полиции исполнять свои служебные обязанности. Я напомнил, что, с ваших слов, он мешал исполнять служебные обязанности. Или не мешал исполнять свои служебные обязанности? В первом вопросе я сказала, что да. Мешал? Да. Кому конкретно он мешал? Сотрудникам полиции. Всем? Одновременно? Потому что мы делали отчет, начальник разговаривал, говорили о мероприятиях с ЮЦУПом. У нас была рабочая обстановка. Мешал там чем? Зашел в кабинет и стал вести себя громко. Мешал тем, кто шел в кабинет? Да. Правильно это? Да. Теперь, пожалуйста. Вы в сети воспитали какие-то сложности? Послушайте. То есть вы что-то сделали, какую-то работу лично возьмите? Лично я успела в сессию. Вам не мешало сообщать? Почему-то. Потому что все сделали? Ну, может человеке мешать и сотрудник полиции все сделает. Понятно. Скажите, пожалуйста, в отделе ГИБДД есть какие-то таблички, запрещающие, предположим, что-либо для граждан, которые находятся в отделе ГИБДД? Нет. А какая у вас контакты стоит? Вся информация по работе ГИБДД, все, что выходит для граждан. Спасибо. Спасибо. У меня тоже вопрос. Перед входом ГИБДД вы сказали, есть стенд. На этом стенде имеется расписание работы кабинетов? Имеется. Имеется. Что указано про кабинет номер 7? Для чего предназначается этот кабинет? Что там указано? Расшифровки? Нет. Для чего он предназначается? Сказали, много лет работаете. Как вы его можете назвать? Там должен быть написано, для чего он предназначен. И там написано, на самом деле. Для инспекторов ДПС там и ДПС. Еще что? Вы меня сейчас пестируете. Я хочу узнать, для чего применяется этот кабинет. Что там конкретно написано? Согласно вашего штатного расписания. Там расписано, для чего применяется этот кабинет. Я спрашиваю, для чего? Этот кабинет предназначен для розыска. Там инспектор по розыску, именно по автомобилю. Уважаемый суд, не прерывая допрос свидетеля, я хочу предоставить суду эту фотографию. Почему я спрашивал, какого цвета стенка ГИБДД? Вот она синего цвета у вас, да, стенка? И на стенке вот этот, такое расположено расписание? Да. Такое, да? Вот здесь, уважаемый суд, написано, что кабинет номер 7 предназначен для приема и выдачи документов и для консультации. Но вы в своих показаниях сказали, что туда запрещен вход гражданам. А на расписании написано, что для консультации. Как вы это объясните, свои слова? Для консультации всегда у нас там окошечка, окошечка открывается, либо консультации получаются, либо все документы выдачи по дорожно-транспортным происшествиям и так далее. Все это делается через это окошечка. Я вам поясню, что... Вопросы есть еще? Нет, Павел Александрович, потом поясните. Окошечка, вот это окошечко, о котором вы сказали, оно имеет какой-то свой отдельный номер? Так это этого же кабинета 7. Окошечка имеет отдельный номер какой-то? Нет, не имеет. Не имеет. Потому что она просится к какой-то курсии. Все. Все, спасибо. Свидетель, можете быть свободны. Там свидетель Мазунин ожидает, пожалуйста. Позакусите. В связи с тем, что я сейчас опрашивал свидетелей, я хочу перечить с материалом дела фотографию, который расположен на стене уходной двери ГИБДД, в которой запечатлено штатное расписание кабинетов. Вот здесь подчеркнута красной линией и выделена стрелка, что кабинет номер 7 предназначен для приема, выдачи документов и консультаций. К слову сказать, все кабинеты Васильского ГИБДД предназначены для приема и выдачи документов и для консультаций, кроме кабинета начальника ГИБДД. Таким образом, исходя из этого штатного расписания, следует, что доступ в эти кабинеты открыт всем гражданам. Это не закрытый кабинет, а именно для консультаций. Ваше кадатство понятно? Гнение защитника? Поддерживаете? Да, поддерживаю. Суд постановил приобщить данные кадатства к материалам дела. В честь его произрешения вопроса по существу. Пожалуйста, присаживайтесь. Еще, уважаемый суд, я прошел... Значит, тут в расписание не вошло, но дело в том, что начальник ГИБДД Сельского района в приемные дни и в отделе ГИБДД Сельского района на приемные дни от вторника к четверг. Именно в четверг, 4 июля, я там и находился. То есть в приемный день в кабинете, в котором проводятся консультации. В кабинете номер семь. Занесите пояснение в протокол? Да. Проделите, пожалуйста, за стойку. Представьтесь, назовите свою фамилию, имя, отчество, должность. Я оперативно-дежурный межмуниципального отдела ОВД России Сельского, штан полиции по зоне Николай Сергеевич. Дата рождения? 19 августа, 18 августа. 4 июля находились на службе этого года. Я сейчас не помню. 4 июля поступило сообщение из отделения ГИБДД Пугачева 1А на действие гражданина Меньшакова. Сообщение поступило от сотрудника Сергеевой и от начальника ГИБДД Спирина. Были вы свидетелем поступления этого сообщения в отдел полиции? Все верно. Указанное время. Какое? Вернее, указанную дату на 4 июля. Ты что, не помнишь? Было одно сообщение. Примерно скажете, до обеды, после обеды. После обеды. Первоначальник был от Сергеева и было получено сообщение. Потому что здание ГИБДД скандал потешло. Я это слово не помню. В минут через пять от начальника ГИБДД Пугачева. ГИБДД Пугачева. То есть два сообщения были? Два сообщения, да. Второе приобщено было. По первому. Там во втором сообщении, по моменту было звучало, что Меньшаков показал неповиновение законно требовать сотрудника полиции. По-моему, так. Распорта о приеме сообщений вы это составляли? Все верно. Вы составляли или нет? Так точно. Вы составляли. Они имеются в деле. На листах дела 15-16. Если есть необходимость, можете подойти, еще их прочитать и посмотреть. Да нет. То есть вы их составляли. Зачитаю их. Поступило сообщение от Сергеевой о том, что по адресу ОСА Пугачева-1А в здании ГИБДД Буяник Меньшаков снимает все на видео, не дает выполнять служебные обязанности. Сообщение передано для исполнения Меркурьевой. Сообщение принято 4 июля 2019 года в 16 часов 58 минут. Вот по этому сообщению что можете пояснить дополнительно? Дополнительно поясняю. Направлен мой был сотрудник, она является дежурной дежурной части. Умилия? Меркурьева Боргия Викторовна. Одну ее отправили? С водителем? Угу. Через полтора часа доложила, что оснований для задержания Меньшакова не было. Она в углу. Все. Мощности, главное, таких не было. Мне. Она полтора часа проводила проверку или еще куда-то заезжала? Нет, она находилась в здании ГИБДД. Что конкретно сделано ею? Должила она вам, как руководителю? Что ей не поступило каких-либо рапортов, по которым были бы основания задержать Меньшаков. То есть, она это не получила, она мне одолжила, что она снимается оттуда. Помимо этого еще была работа. В принципе, и все. Слова дословные вами записаны переданы Сергею? Да. У нас есть звуко-записающие устройства. Можно это, конечно. Второе сообщение от Спирина. В 17.00, то есть, буквально через две минуты, согласно штампу, о том, что в здании ГИБДД Пугачева-1А Меньшаков ворвался в служебный кабинет, не выполнил законные требования прекратить противоправные действия. Также дочей Меркуриев направлены. Да, все верно. Вами составлялась? Да, да, да. Меркуриева вызывала с нами в судебное заседание. Почему не пришла? Известного вам причиня? В 16.00, то есть, позавчера, я принес копию выписки с приказа, потому что она находится в отпуске на сегодняшний день, включительно. И дополнительно я с ней созванивался в 16.00. Она пояснила, что она находится на больничном месте. Она знает о сегодняшнем судебном состоянии? Да, я ей получил повестку. То есть, как зашла повестка к нам в 1.00, он сам уже отзанялся. Она в отпуске была связана в городе Кожевский. Ну, больничный в отпуска. В суд-то надо же являться. Вот сейчас-то, на сегодняшний, почему она не может прийти? Не могу сказать. Не могу сказать. Меньшаков в тот день приходил в дежурную часть, подавал заявления какие-то? Нет. Вопросы у Меньшаков, пожалуйста. Вы сказали, когда сами давали пояснения суду, вы сказали, что Спирин вам сказал, что имеется состав правонарушений по 19-й риг, правильно? Состав, как бы... Состав, не состав, просто слова проговорил. Ну, кто говорил. А вы эти слова не вписали. Почему? Какие это? Про 19-3. Вот в рапорте нет указаний. В вашем рапорте нет указаний на то, что 19-3 в Спирин говорит. Или может, просто вы додумали? Оказал неповиновение. Все. Все, что дословно было сказано, я все записал. А Спирин говорил, какие требования не были выполнены? Покинуть, по-моему, там, не покидает все обещание, что-то так. Поэтому рассказал. Скажите, в этот день вы до скольки службы несли? У меня в следующий наряд до 8-30 в следующий суток. Ага. А Сергеева передавала о... Передавала ли Сергеева вам мои заявления по 286 в отношении Спирина? Да, по-моему, регистрировала после 21-го. После 21-го. Вон, да. Я сейчас точно не помню. А Сергеева не говорила о том, что мое заявление, оно было раньше, прежде чем заявление Сергеева и Спирина? Не сообщал об этом. Все, что вот два сообщения есть, два сообщения после этого поступили в заявление. Там, по-моему, четыре я регистрировал. Точно не скажу, брать не буду. А когда Сергеева регистрировала мое заявление, она указывала во сколько ей поступило это заявление? Не могу сказать. И вы там не указывали своих данных? Нет, в штампе есть моя аббревиатура, то есть дата, время. Я сейчас не помню этого. Просто ни у меня, ни у суда нет вот этого вот рапорта по моему заявлению, которое я подавал Евгеевой, она его регистрировала. Она бланк, не бланк, а на листе А4 заявление ваше. То есть я ваше время как задействовал? Скажите, а вот вы сказали слова Меркурьевой, что оснований для задержания не было. Да. А были ли у нее основания для возбуждения дела по 19-3? По сути, сотрудники ВДД, тоже полицейские, да, и они могли задержать вас? Мы сами, я понимаю, прекрасно, но они не сделали. Именно поэтому Меркурьева сказала, раз и сами не делайте, то я почему-то в нато делал. Смысл такой, наверное, был? Так. Ну, сейчас догадываться не будем, как известно. То, что она мне вложила, нет оснований для задержания. Нет у меня, а для того. Раз не было оснований для задержания, значит, не было оснований для 19-3 автоматов. Я не знаю там, как, потом же рапорта появились, я это понимаю. Потом появились, да. Когда Меркурьева приехала из ГИБДД, она сдавала куда-то рапорта? Нет. Нет? У нее их не было. У нее не было ни одного рапорта? То есть, по 19-3 ни одного рапорта не было? То есть, смотрите, соответственно, если к ней попадают рапорта в руки, она должна... Реагировать? Конечно. Составляет ВДКО по задержанию человека. Но в тот момент рапортов не было. А как тогда можно объяснить, что все рапорты, которые имеются на генерал отдел, написаны четвертым числом? День, когда происходили эти события. Они появились позже? Позже чего? После сообщения рапорта появились. Так, поясните тогда. Меркурьева уехала из ГИБДД, она пробыла там, вы сказали, полтора часа или больше... Пусть полтора часа она там пробыла, приехала без рапортов. Когда появились рапорты? Рапорты, по-моему, появились тогда, когда возвеление Ваше привезли. По-моему, вроде бы. Это в 9 часов вечера получается? Да, примерно. 21 час. Меркурьева как-то описывала ситуацию о том, что она видела в ГИБДД? Нет, совершенно как-то. Не было в ней ощущения, что там действительно был скандал, что Мишаков был неадекватный? Она пояснила только то, что на момент приезда вы сидели за столом, с вас какое-то объяснение брали, с вами работали, почему так? В тот момент я был адекватный? Я не знаю, у меня так было. Говорила ли она, что велась съемка видеозаписи? Нет, вот, подробностей таких не было, я не слышал другая. Она мне не докладывала. Получается, она вообще никак не среагировала на то, что велась видеозапись, а она была на этой видеозаписи. Молодец, что сказать, молодец. Это уже к ней вопрос хороший сотрудник. Все, нет вопроса. Разрешите вопрос, пожалуйста. Нет вопроса. Скажите, пожалуйста, свидетель, еще такой момент. Я так понял, что все материалы, в том числе аэропорта, и ваш аэропорта, и последующие, которые в 9 часов там с заявлением наколиваются, они аккумулировались все у вас, так? В режимной части. В режимной части. Вот я вижу тут Куимову расписано, кто тут Дьяконов расписывает или еще что-то. Вы-то когда передали все собранные материалы? Шестакову-то в тот день передавали? Нет. Расписывается начальник подразделения, он уже сам расписывает тому или иному сотрудникам. Из дежурной части когда эти материалы ушли? В следующий день 8.30. В следующий день 8.30 ушли все эти материалы, понятно. Аэропортов можете сказать, сколько там было в тот день? Я не помню. Немного было. Большой количества не помню. Вот в деле один, два, три, четыре, пять рапортов. Допускаете, что все пять были? Допускаю. Допускаете. Допускаете. В деле имеется одно лишь заявление Меньшакова Павла Александровича, не знаю чей почерк это, Сергеевой, не Сергеевой, но он у Сергеевой. И имеется штампик, что принято 4 июля 2019 года в 20.00. К УСП 4301. Допускаете, что тоже принимали такое заявление? Ну конечно, конечно. В 20.00. Как есть, так и было. Время немного прошло. Могу забыть. Тем более не акцентрировать. Все, спасибо. Можете быть с вами. Еще вопрос. В случае, если к вам в отдел полиции поступают какие-то материалы от сотрудников, которые, грубо говоря, являются сырыми, неполными, неполноценными или какие-то ошибки в них есть, что в этом случае происходит? Отправляется. Отправляется обратно? В этом случае почему рапорты сотрудников ГАИ не были отправлены обратно? Не могу знать. Я не могу вас сказать. То есть вы поставил решение не принимаете? Я решениемdim, конечно, не принимаю. А так они должны были быть отправлены обратно? Почему это должно было быть сделано? Непонятно еще раз. Почему, если пришли рапорты от сотрудников ГИБДД, то почему в случае, если там были дефекты, почему они должны были быть отправлены обратно этим же сотрудникам? Я имею ввиду, они профессионально самостоятельные лица, а не сами могли возбудить дело? Конечно, сами. Я еще раз говорю, инспектор ДПС тоже полицейский, держит права. Да, спасибо. До свидания. Желает ли Меньшаков и Розащитник дополнить чем-либо исследование материалов дела? Пожалуйста. Да, уже несет. Сейчас. Я ходатайствовываю при общении видеозаписи судебного заседания, которое было разрешено в прошлом судебном заседании. Эта съемка была проведена. Все показания свидетелей структурированы. Каждый свидетель в отдельном файле. То есть это удобно для оценки этих показаний. Кроме того, при последующем обжаловании в судебном заседании это может пригодиться. Прошу приобщить данный видеодиск к материалам дела. День защитника. Прикол. Мы не знаем, что тут на этом диске. Рассматривать у суда, к сожалению, нет времени. Поэтому в данном ходатайстве суд отказывает. Прошу занести в протокол. В результате данного ходатайства суд отказывает. Можете дальше пользоваться. Пожалуйста. Уважаемый суд, в материалах дела, лист номер 17. При ознакомлении с делом, значит, вновь был обнаружен рапорт в Сфирме. В связи с тем, что рапорт не содержит данных о том, что Сфирме перед написанием рапорта был предупрежден по статье 17.9 рапорта за указание в рапорте заведомо ложных сведений свидетелей в пояснении специалиста при производстве по делу действительного правонарушения или в исполнительном производстве штрафа 1000-1500 рублей. Кроме того, в судебном заседании Сфирин опроверг указанные в рапорте сведения о том, что Меньшаков задавал непонятные вопросы. В рапорте указано, что Меньшаков задавал непонятные вопросы, а в судебном заседании он пояснил, что я у него требовал от него удостоверения. То есть все вопросы были для него понятны. То есть в судебном заседании он опроверг данные, которые были указаны им в рапорте. В соответствии с частью 3 статьи 26.2 КАПРФ не допускается использование доказательств по делу действительного правонарушения и полученных с нарушением закона на основании 23.1, 26.2, 24.4 КАПРФ Прошу исключить из числа доказательств по делу рапорта свидетеля Сфирина, полученный с нарушением закона. Рассмотреть ходатайство порядка предусмотренности 24.4, то есть немедленное в случае отказа в удовлетворении и семитерное определение. Данное ходатайство принимается к рассмотрению. Мнение защитника, пожалуйста. Спасибо. Суд, рассмотрев на месте, постановил рассмотреть данное ходатайство при внесении окончательного решения по существу. В соответствии с текстом статьи 24.4 КАПРФ Я слышал, вы говорили, мы это занесли, мы занесли это в протокол судебного заседания. Уважаемый суд, оно либо удовлетворяется, либо в случае отказа выносится определение. В данном случае, исходя из смысла закона, я полагаю, что ходатайство было удовлетворено. Правильно ли я понимаю? Вы неправильно поняли. Данное ходатайство будет рассмотрено при внесении окончательного решения. 24.4 не допускает такого вольного толкования, потому что там предусмотрено, рассматривается немедленно и в случае отказа выносится определение. Я знаю статью эту, присаживайтесь, пожалуйста. Уважаемый суд, в связи с нарушением моих прав, мне непонятно, как дальше строить мою позицию, как защитник у меня защищает. Если я загляю ходатайство, оно висит в воздухе и остается на... Еще раз вам говорю, оценка доказательств будет дана при внесении окончательного решения. Я понимаю, Ваша честь, 26.11 допускает такое, но 24.4 обязывает рассмотреть немедленно. Обязанность, она непроизвольная, обязанность, значит, надо сделать. Мои действия Вы в праве обжаловать Ваши состоящий суд. Я заявляю отвод в суду в таком случае, потому что нарушается мое право на заявление ходатайства и на рассмотрение их порядка предусмотренных законом. Ранее заявленный отвод уже рассматривается? Нет, не ранее, это отвод по данным обстоятельствам по заявлению, по исключению протокола, то есть исключение рапорта, рапорта распределена из числа доказательств по делу. Ранее таких заявлений не делалось мной, я прошу рассмотреть в случае отказа вынести мотивированное определение. Или удовлетворить, тогда мы идем дальше. Еще ходатайство у Вас имеется? Удовлетворено, правильно? У Вас еще ходатайство имеется? Уже рассматривали в порядке закона? В порядке предусмотренных закона? Годатайство об исключении рапорта ЯЦУК Н.В. При знакомлении с материалами дела был обнаружен рапорт, лист дела номер 18, в связи с тем, что рапорт не содержит данных о том, что ЯЦУК был предупрежден об ответственности, по статье 17.9, за указанное в рапорте за вероволожное сведение свидетеля пояснения специалиста при производстве по делу, по правонарушению или исполнительной производстве страв 1000-1500 рублей. Другие в судебном заседании ЯЦУК опроверг указанные в рапорте сведения, что Меншаков задавал непонятные вопросы. Как оказалось, Меншаков требовал отспирин в выполнению ст. 5 Закона о полиции, то есть, ø требовал предоставиться и предъявить удостоверение. Однако в рапорте не указано, что Меншаков 18-й раз требовал отспирин определить удостоверение, хотя ставит под сомнение достоверность событий, указанных в рапорте. В соответствии с статьей 26.2, части 3, не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. На основании статьи 25.1, 26.2, 24.4 прошу исключить от числа доказательств по делу рапорта ИЦУКа, полученные с нарушением закона. Прошу рассмотреть когда-то порядок предусмотрен за статьей 24.4, то есть немедленно, и в случае отказа в удовлетворении вынести мотивированное определение. Доказательство занесено в протокол судебного заседания. Решение по нему суд принимает аналогично заявленному ранее ходатайству. Вопрос о допустимости, либо недопустимости доказательства, его значение для разрешения по делу будет разрешен при разрешении дела по существу. В связи с тем, что суд не вправе откладывать обязательное к рассмотрению, немедленному рассмотрению ходатайства, я повторяю, я заявляю отвод уже по второму моему заявленному ходатайству по исключению рапорта ИЦУКа. Прошу рассмотреть отвод в порядке предусмотрен за законом, вынести определение мотивированное. Ранее гражданином Мельчатковым заявлялся отвод, он рассмотрен с внесением соответствующего мотивированного определения. В настоящее время оснований для рассмотрения заявленного отвода суд не усматривает. Ранее заявленный отвод, рассмотренный отвод был по опросу Шестакова, он никого не имеет отношения к рассмотрению ходатайства, в исключении рапорта ИЦУКа. Это совершенно другой профессиональный документ. Я прошу рассмотреть его. Я прошу суд просто сказать, что ходатайство удовлетворено. Если нет, то вынести определение. Все, закон не предусматривает другого порядка. Еще, пожалуйста, слушаем ходатайство. Удовлетворено, правильно я понял? Нет больше ходатайства. Я ожидаю ответа, удовлетворено ходатайство на ее линии. Вы меня слушаете, я вам все хорошо разъяснил. Я 10 раз повторять ничего тут не собираюсь. Я вам вопрос заявил. Вы имеете право дальше рассматривать дело. Вы не рассмотрели отвод. Еще второе, третий отвод на сегодняшнее судебное заседание вы не рассматриваете. Еще у вас ходатайство имеется? Я ожидаю ответа на отвод. Рассмотрение отвода. Ходатайство больше нет. Ходатайство есть. Все, пожалуйста, присаживайтесь. Я ожидаю отвода рассмотрения. Есть ходатайство? Нет ходатайства больше. Я ожидаю определение по отводу. Отдел полиции в кадрик сюда позвонил. Мои права нарушаются. Она фиксирована. Не может такого быть судебного заседания. Я пришел сюда за защитой своих гражданских прав. Вместо этого мои права еще дальше продолжают нарушаться. Мало того, те сфальсифицированные материалы дела, это очевидно из данного дела. Но что мешает суду по закону-то рассмотреть? Ведь проще простого. Удовлетворено, да, нет, дальше идем. Все, зачем вот такие непонятные решения выносить, которые не соответствуют требованиям закона? Зачем это делать-то? Вам русский язык понятен или переводчик? Непонятен. Вам, я вижу, непонятен. Ваше ходатайство будет рассмотрено при разрешении дела по существу. Оно не может быть рассмотрено позже, потому что оно рассматривается немедленно в соответствии с законом. 24.4 обязывает вас рассмотреть немедленно. Павел Александрович, больше ходатайства, если нет, то присядьте. Я прошу, выявить перевер. Если у вас больше нет ходатайств, то присядьте. У меня лежа разадость, но у меня много ходатайств нет. Я полагаю, что... Если уважаем пристал, то присядьте. В данном случае в судебном заседании совершается преступление, предусмотренное статьей 285-286-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Я прошу вызвать сюда полицию для фиксации вот этого факта, потому что видеозапись данного преступления у меня имеется. Я ей предоставлю. Я прошу вас вызвать полицию. Вы сами не сможете это сделать. Я прошу вызвать полицию сюда в судебное заседание. Мишаков, пожалуйста, присядьте. Вы нарушаете мои права. Суд Российской Федерации, кодекс судейской этики обязывает соблюдать судью, конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные, правы, но в данном случае я вижу, что элементарный кодекс облицативных правонарушений даже не выполняется. В казанных условиях такое решение не получится, что оно незаконное такое решение. Зачем это надо делать? Есть ходатственные? Да, есть. Но после того, как вы вынесете определение по заявленному отводу. Перестаньте, пожалуйста, пользоваться сотовым телефоном. Я вызываю полицию, потому что пристав... Рапорт, пожалуйста, пристав. Рапорт составьте, что Самминшаков самовольно пользуется сотовым телефоном, отказывается выполнять требования председательствующего с присесть. Если у него больше нет ходатайств, на которые суд дал ответ. У меня есть ходатайства, но они будут заявлены позже, после того, как вы... Прекратите пользоваться сотовым телефоном, пожалуйста. Павел Александрович, да, не надо. Ну, уже... Уважаемый пристав, вам надо взять исток и просто все записывать. Алло. Отдел полиции срочно прошу... Прекратите, пожалуйста. Судебное заседание. Судья превышает должностные полномочия, совершает самоуправство. Прошу вызвать отдел наряд полиции сюда, чтобы зафиксировать все это. У меня есть видеозапись, все зафиксировано. Прошу сюда в небедное судебное заседание, потому что судья намерен продолжать его дальше. Судья Кривоносов. Районный суд за... Делайте листок, возьмите и рапорт уже составляйте по этим действиям. Все, фиксируйте эти действия. У меня еще кучу дела наделают. Элементарное рассмотрение по административке не могут рассмотреть. Да, да. Меньшаков Павел Александрович. Город Асабболь. 8-9-8-5-5. Я ожидаю в судебном заседании. Судья намерен продолжить и при таких условиях я полагаю, что решение уже вынесено у него. Прошу немедленно сориентировать и вызвать сюда наряд полиции. Какой-то кабинет. Пятый кабинет, третий этаж. Я попросил бы судебного пристава фиксировать все действия включения сотовых телефонов защитникам, Меньшаковым. Неподчинение предложению присесть и предоставить слово другим участникам. Ставки листины прошли 17-3-1. Объявлялся он, объявлялся. Желаю, презащитник, выразить какие-то дополнения свои. Прежде желаю выразить дополнения. На начале у меня есть отвод, но Меньшаков заявляет Харатайские отводы, которые никак не ставятся на рассмотрение при участниках процесса. Именно, к моему мнению, никто даже не спрашивал. Каким-то образом данные Харатайского заявления остаются без рассмотрения, ссылка на то, что они позднее будут разрешены. Это напрямую противоречит кодексу объясненных правонарушений, где скажут, что Харатайский рассматривается немедленно. Об этом не раз говорит Меньшаков. Он требует просто законности при данном судебном производстве. Отвод заявленный в суде также рассматривается. Вы не имеете права, я считаю, сейчас рассматривать дело после неоднократных заявленных вам отводов. Мы вызываем Рожаеву не доверие в суду данными отводами. Вы призываете нас к соблюдению законности. Вы видите, что стадия Харатайского прошла, стадия прошла, но в то же время вы не обрегаете процедурой, предусмотренной при разрешении Харатайского отвода. До данной стадии, Ваша честь, я полагаю так, что суд принадлежит рассматривать данное дело не объективно. Суд склонен к тому, чтобы принять незаконное решение, на мой взгляд. Попытки Меньшаркова отстоять свои права и законные интересы приводят к тому, что пристав к Вашему распоряжению на Меньшаркова будет стоять по 9, по 17, по 3. То есть Вы сейчас оказываете прямое давление на лицо привлекаемой к организативной ответственности. И что только по той причине, что человек реально хочет следовать букве закона, в который Вы нас призывали уже неоднократно. В каждом стадии Вы говорите, что вот согласно кодекс-стаги предусмотрено, мы насылаемся на определенную норму права. И мы хотели бы, чтобы она была соблюдена. Иначе нарушаются права привлекаемой к ответственности. То, что касается Миньон-мнестинного правонарушения, я надеюсь, что возможность будет еще дополнена. У меня полная развернутая была предоставлена в предыдущем системе доседания. То, что касается вот данной ситуации, я считаю, что Ваши действия, ну, они напрямую противоречат поведению кодекса судейской ответственности. У Вас все? Да, у меня отвод по неделению к суду и нарушение, капсуальное нарушение допущено присадившимся судей. Все, присаживайтесь, значит, я так понимаю, что если бы судья Вам разрешал разговаривать по телефону, включать телефоны, Вас бы такой судья устроил. А если судья Вам запрещает эти вещи делать, тогда просит присесть Вас, не вставать с места, соблюдать порядок судебного разбирательства, значит, Вас такой судья не устраивает и Вы заявляете ему отвод. Хорошо, я еще раз Вам заявляю, что отвод, заявленный Меньшаковым, ранее рассматривался, вынесено определение, стадия отводов у нас прошла. Сейчас Меньшакову предоставляется возможность выступить с пояснениями относительно вменяемого административного правонарушения, после чего судья удалится для принятия решения по делу. Пожалуйста, Павел Александрович, есть у Вас что-то? Вам был заявлен отвод, определения я не вижу, поэтому даже если суд вынесет за рамками отвода, не рассмотреть дело в порядке предусмотренного закона, такое решение, оно, естественно, будет автоматически отменено. Я в этом 100% уверен, я надеюсь, что краевой суд меня поддержит, потому что само правство судей тут нельзя, нельзя нарушать права даже. Я считаю, что судовка совершена само правство и в качестве меры наказания, меры административного воздействия, еще и пристава сюда же. Но это та же самая технология действует и в ГИБДД, когда начальник ГАИ написал один рапорт, а потом вынудил всех сотрудников, которые его окружают, писать такие же точно рапорты. Я предлагаю все-таки дождаться сотрудников отдела полиции, зафиксировать факт превышения должностных полномочий и факт самоуправства, то есть о рассмотрении в порядке непредусмотренным законом. И потом продолжить дальше, если будет вынесено определение в порядке предусмотренным законом. Если определения нет, все, мы на этом этапе остановились. Какое же может быть решение, если нет определения по заявленному отводу? Никакого. Я настаиваю на это, потому что Конституция Российской Федерации это не фигнина грамота, которую можно просто взять и делать с ней что угодно. Я могу быть призван виновным только на основании порядка предусмотренным законом. А порядок таковой в данный момент. Раз заявленный отвод, он должен быть рассмотрен, должно быть по нему определение. И суд не вправе его откладывать на потом или на когда-то. Суд немедленно должен его рассмотреть, потому что статья 24.4 именно об этом и говорит. Вот ни слова не добавляем, ни буквы в тексте статьи 24.4 рассматриваются не медленно. Хорошо, рассмотреть не медленно. Все у вас по существу. Спасибо. Защитник, пожалуйста, слушаем вас по существу. Я понимаю, что наши все призывы к соблюдению законности уходят в пустоту, поэтому я все-таки выскажу свою позицию по меняемым агрессивным правонарушениям. Я считаю, что протокол возношения Миншарпа Павла Александровича, составленный по частности 11.19.3 КОАП РФ, сфальсифицирован, он не отвечает реальным событиям, которые происходили в ОГИБДД «Осинский». Этому свидетельствует видеозапись, которая была предоставлена Миншарпом и также была предложена протокол обместе на правонарушение материала дела. Об этом сказали свидетели, которые, несмотря на то, что в протоколе указано, ну, буквально, я сам, причем я не пройдусь, не прекращал видеозапись. Буквально сегодня свидетель сказал, что у них нет никаких ограничений, никто не требовал у него прекращать видеозапись. Свидетели, которые были опрошены ранее, также говорили, что они не требовали у него купить видеозапись, а лишь хотели, чтобы эта запись не выпадала в сети интернет. Хотя на видеозаписи отчетливо видно, что какие требования в адресе Мишаркова поступают. То есть, сами свидетели, сами себе противоречат. Никто из них не мог сослаться ни на одну норму закона, нормативного права акта, который бы говорил о том, что в ОГИБД «Осинский» запрещена видеозапись. К тому же я хочу напомнить о Конституции, которая сегодня уже не раз была, положение, которое бы не бегли, я считаю, что при сегодняшней сети разграничений, а именно часть третьей скидки 15-й Конституционерской Федерации, что где сказано, что не публикованы нормативные права акта и законы граждане не обязаны выполнять. То есть, мы выполняем только то, что официально опубликовано. Если где-то в ОГИБД «Осинский» есть какой-то нормативный права акта, запрещающий видеозапись, он должен быть официально опубликован и должен быть предоставлен для граждан. Такую информацию у них нет ни на стендах, ни на каких-то других местах, где граждане могли бы это увидеть. Также это все имя, опять же, подтверждено в ходе вопросов, которые задавала страна защиты. Самовольно входил служебный кабинет, согласно протоколу. Ну, конечно, самовольно проходил служебный кабинет, потому что эти кабинеты предназначены для приема граждан. И Меньшаков имел право заходить, он просто заходил, и заходил туда неоднократно, потому что Меньшаков регулярно посещает ОГИБД «Осинский» по разным вопросам, о чем также нам сказали свидетели. Проход туда граждан не ограничен. Как сказал Меньшаков, приложив фотографию, эти кабинеты имеют режим работы, и как раз предназначен для того, чтобы граждане обращались к полезным вопросам в эти кабинеты. Дерзко вел себя, ну, это, очевидно говоря, ваше честь, субъективное мнение сотрудников полиции по тому, как это напрямую относится с восприятием, жизненным восприятием той или иной ситуации. Для одного дерзко это назватьщее «канапты», для другого дерзко громко речь. Редактор может быть дерзко, то, что человек пришел там, не знаю, со стремной рубашкой. Это субъективное мнение сотрудников полиции, которое, опять же, не основано на законе. Им просто было неприятно, что Меньшаков разговаривает с их начальником, со Спириным, в такой форме. Я понимаю, что они его подчиненные, я понимаю, что они связаны с служебной этикой, и для них это было неприятно. И не более. Ну, по большому счету, то, что неприятно сотруднику полиции, никак не может меняться, как нарушение чего-либо, Меньшаков Павлов Александрович. Еще один из пунктов ключевых, это то, что мешал сотрудникам полиции исполнять служебные обязанности. Опять же, это субъективное мнение данных сотрудников полиции, потому что кому-то он мешал, кто-то выполнял свою работу, кто-то как-то более стрессоустойчив. Я хочу сказать, что ОГИБДД и полиция, это вообще такая структура, где всегда что-то происходит. Это не дом престарелых, понимаете, это не библиотека. Это место, где подавители приходят со своими проблемами. И где действительно возникают спорные, конфликтные ситуации. Почему Меньшаков разговаривал о повышенных тонах, я с этим соглашусь. Но надо понимать, по какой причине это было сказано. По причине того, что со стороны сотрудников полиции, а конкретно Спирина, было нарушение закона, федерального закона о полиции. Меньшаков неоднократно требовал законности. Как он требовал законности сегодня, так он требовал законности и владелия ГИБДД. Он просил просто, чтобы ему в соответствии с федеральным законом о полиции, статьей 5, представили и предъявили все это удостоверение. Вместо этого, что мы слышали на видеозаписи, что мы слышали со слов Спирина здесь, требований никаких не предъявлялся. Положил руку на плечо, даже предлагал покинуть кабинет. Никаких требований к следствию закона Меньшаков не предъявлялся. В соответствии с федеральным законом полиции к нему никто не обращался. Он из них меня выпросил, вынудил уже Спирина ему представиться. Когда уже неоднократно, сколько раз он сказал, 17 раз. Поэтому я считаю, что в действиях Павла Александровича Меньшакова нет состава вместительного правонарушения, часть 19, часть 1. Все это следствие неприязни ОГИБДД Осинский в целом данному человеку к Меньшакову. Потому что, как я говорил ранее, Меньшаков занимает активную гражданскую позицию. Он неоднократно обращался с заявлениями в различные органы, правоохранительные, следственный комитет, прокуратуру. По факту различных правонарушений в области безопасности дорожного движения и нарушений прав человека именно с сотрудниками ОГИБДД. Я считаю, что данный материал специфицируем по тем основаниям, что просто в качестве мести данному человеку за его позицию. В целях того, чтобы каким-то образом повлиять на его дальнейшее, на его, скажем так, активную гражданскую позицию. Чтобы он перестал меньше обращать внимания на нарушения. Чтобы он меньше приходил в отдел полиции и каким-то образом насолить ему за его деятельность. Это, по-простому, это просто месть с использованием положенного положения данного сотрудника полиции. Как правильно сказал здесь, не помню фамилию, полицейский, не было никаких. Приезжал туда сотрудница полиции, ничего она не усмотрела, никаких нарушений со стороны Меньшаков, никаких рапортов, составленных отношений у него не было. Все, все разошлись, никаких оснований не было, поэтому она его не задержала. Но только потом, как я полагаю, под давлением Спирина, буквально весь отдел написал идентичные рапорта. По смыслу, по содержанию. Да, где-то, может быть, они там слова переставили, но по смыслу одно и то же. Поэтому я считаю, что данный материал полностью сфальсифицирован, он не отвечает, действия Меньшакова никак не упадают под ответственность по ст. 11.19.3, что материал должен быть изменен. Производство по делу в отношении Меньшакова должно быть приключено. У меня все, извините. У меня есть дополнение. У меня оказалось, что я в судебном заседании продолжается с нарушениями. Значит, оказалось, что от исключения рапорта Богомярковой. В связи с тем, здесь дело 21. В связи с тем, что рапорта... В связи с тем, что рапорта... Решение будет оглашено 14.02. Решение будет оглашено 14.02. Решение будет оглашено 14.07. Может быть, вы и хороший человек, понимаете, в целом. Но я понимаю, что вы не можете не исполнить испоряжение. Вы помните? Да. Ну, сэр, видели, что происходит, да? Это вам не НТВ, да? Такое у нас кривосудие. Подожди, сейчас. Кривосудие. Оправдают и все скажут, что... Нет, ну как? А что решало по закону рассмотреть? Просто взять и рассмотреть, удовлетворить и все. Конечно. Я потом рассмотрю. Мы на эти грабли наступали уже сколько раз. Потом они разбили. Но материал совершил. К сожалению, да. И что же, и так 10 серий. Списки-то запомните? Да. Мне нужно подзащитить.